Северская телекомпания новости в студии Ольга Исаева. Здравствуйте. Работы по строительству многопрофильного спортивного комплекса в Северске подходят к концу. Накануне замгубернатора по строительству и инфраструктуре Горшатурный в рамках рабочего визита проверил ход работ на объекте. Как продвигается дело и есть ли вопросы к подрядчикам, смотрите далее. Многопрофильный спортивный комплекс в Северске начали строить в 2013 году. За это время генеральный подрядчик СТХМ графики не срывал. К сегодняшнему дню специалисты оценивают готовность объекта на 80%. Фасад, цоколь у нас делается из системы КНАФ. Тут нет мокрых процессов. Это они в течение октября мы полностью сделаем, фасадную часть. У нас сегодня ведутся работы по гидроизоляции двух бассейнов. Через неделю мы испытываем два бассейна, ложим плитку. Система вентиляции смонтирована на 80%. 28 ноября у нас уже полностью будет система интернации смонтирована. На данный момент в комплексе необходимо завершить электромонтажные и отделочные работы. Вопрос благоустройства представители властей поставили на особый контроль. Благоустройство, правда, планируем завершить через три недели. Через две недели благоустройство должно быть завершено. Что касается работ внутри здания, то первым делом Игорь Шатурный проверил чаши бассейнов. На днях подрядчик приступил к отделке. Мы заливаем и испытываем. Испытываем, мы сразу добавим укладки плитки. Огнезащита сделана, вентиляция проброшена. Металлоконструкция сейчас тоже буквально неделя. И покрасим металлоконструкцию, вот этот коричневый, который есть. Плитка вся уже практически завершена. Остались там койки и штрихи. И, как мы говорим, стыки этим, как его, пройти. Все. В здании смонтировано горячее водоснабжение, а также внутренняя система канализации. И на днях появится отопление. Гордостью нового спортивного комплекса будет универсальный игровой зал. Он будет предназначен для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом. С трибунами для зрителей на 540 мест. К слову, здесь можно будет проводить чемпионаты по волейболу общероссийского уровня. Так, здесь у нас что, трибуны закуплены, все материалы? Все есть, все есть. Все на месте? Да, да, да. Здесь задержки не будет? Нет, нет, нет. У нас здесь проблема только полы, но мы сейчас решаем. И я думаю, что через недели-три мы получим необходимые материалы. То есть паркет для устройства полов, и здесь будем работать круглые сутки. Общая сумма контракта по строительству 349 миллионов рублей. Дополнительные деньги были направлены на оснащение здания лифтом для горожан с ограниченными возможностями диспетчеризацию системы безопасности. Так, строительство комплекса обошлось в 453 миллиона рублей. Средства были выделены из бюджетов всех уровней. Главная задача сегодня – сдать объект вовремя, то есть в декабре этого года. Здесь круглосуточная работа должна быть, и мы договорились с Николаем Васильевичем Диденко, что берет на личный контроль еженедельные штабы. Ну и я буду приезжать, тоже контролировать, потому что есть определенные здесь отставания и сомнения в декабре месяце. Ну и я надеюсь, подрядчик не подведет, и в декабре данный объект сдаст. Других сроков нет и быть не может. Есть задача, поставленная губернатором Томской области Жвачкиным Сергеем Анатольевичем. Могу сказать одно – эта задача будет выполнена. Подрядчики также обещали бросить все силы на завершение работ, чтобы к Новому году подарить юричанам спортивный комплекс, в котором каждый найдет занятие по душе. Отопительный сезон в Северске начался во вторник, 15 сентября. Сегодня утром система теплоснабжения вышла на основной режим.